Добрый день! Мы продолжаем разбирать книгу господина Бехтерева «Психика и жизнь». Сегодня будем рассматривать следующий абзац про то, где человек тратит и куда свою энергию, к чему и почему у него бесконечное бессилие, он ждёт пинка, и в результате, когда его кто-то пнул, это становится формой жизни. Человек начинает тратить свои силы на преодоление тех препятствий, которые вообще не его. И чем больше он это преодолевает, чем больше он включает собственное сопротивление, тем больше среда в обратную сторону ему противодействует. Ядро или вот эта пси-энергия не может противодействовать и справиться со всем миром. Почему люди так быстро гибнут? Ничего не создав в своем мире. Против мира не попрёшь. Истощается ресурсная база, ничем не подтверждающая, не подпитывающая, только результат, как уважение к себе у человека начинает в большей степени аккумулироваться следующий квант энергии. А когда он всё время бьётся и у него не получается, а когда он взрывается и начинает истерить или психовать, то структура разрывается этого кванта, пси-энергии. Но собраться в кучу, то по последовательности, по структурности оно уже не может. И там начинаются быть пробелы пустот. И чем чаще человек взрывается, тем меньше вероятность того, что структура его сохранится. Потому что вылетают частицы энергии из его объёма. Потом в меньшей степени присутствуются притяжения. И с каждым разом, с каждым взрывом всё будет меньше и меньше. Структура самого понятийного аппарата, как нейронных связей, или нечем будет вообще это делать. Структура упала и больше не вернулась. То есть в памяти человек перещелкнулся на плоскость ниже. Все структуры выпадали, какие хоть были. Рассмотрим схему, которую участвовал нам. Даете материи, энергии, информации три уровня. Люди, которые живут на уровне действия, то есть алгоритмикой, без конца хотят, чтобы о них заботились, и не хотят самостоятельно учиться о себе заботиться. Их степень – это минус. Всё плохо, недодали, обида. Это извращённый стимул по отношению к другим людям. Те же три роли. Мужчина, женщина, профессиональная, где нужно разумно, безэмоционально. Подход. Накапливать результаты, чтобы заряжаться плюсовой энергией. Ответственность брать, стержень ставить. Видеть, что получается, упрощать, по времени сокращать, чтобы в больший промежуток времени сделать большее количество собственных результатов. А потом объединять усилия, и тогда это будет один плюс один, будет пять. И уровень информационный, или те же три типа желаний, когда человек учится уважать себя, обретает знания, меняет убеждения. И применяет эти знания. Применяет. И тогда ему открываются смыслы. Как же этот мир устроен. Почему божественный ребенок, младенец, это смыслы. Что это такое? Вчера рассказывала. Это когда от мамы ушла в мир, и точно знаю, коль я сюда пришла, то со мной ничего плохого случится не может. Вот осознание. Тогда уходит сопротивление на уровне материи. И четкое различие, где я, с кем я, что получается вместе, что не получается. Все, что не получается, нужно исправить, тогда удвоение будет результатом. И энергии прибавится. Потому что каждый пришедший человек, вкладываясь своими усилиями, своими возможностями, будет преумножать. Это как здесь будет идея. Идея, каждый пришедший, берущий самостоятельно ответственность, а не пытающийся примкнуть в группу, будет эту идею распространять. И она будет преобразовывать пространство, что и даст самый хороший результат.